Так, в эфире бизнес-класс на Афинам.фм и я Георгий Вербицкий. В нашей программе откровенное общение с наиболее яркими представителями различных направлений бизнеса, обсуждение текущих реалий, конечно же, каверзные вопросы и попытки докопаться до истины. Лето прошло, все отдохнули и вернулись из отпусков. С сентября традиционно начинается новый бизнес-сезон. Каким он будет? Весна и лето были достаточно турбулентными. Обострение долговых проблем еврозоны в мае, резкое падение рубля к доллару. Как в этих условиях живется российскому бизнесу? Сегодня в первом выпуске бизнес-класса будем обсуждать тренд, неожиданно ворвавшийся в нашу жизнь какое-то время назад. Это тренд купонные сервисы. Буквально, может быть, год назад мы все выяснили, что оказывается можно купить себе какую-то услугу или товар за 20% от ее обычной стоимости. Насколько это устойчивый бизнес или имеет ли шанс моды на купоны получить дальнейшее развитие? Итак, в студии мы принимаем звонки на телефон 495, соответственно, код города 6510996. У нас в студии гость, который, очевидно, очень много знает про купонные сервисы. Это директор по развитию компании BigLeon Олег Савцов. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Итак, вы, я так понимаю, являетесь не только директором по развитию, но еще одним из собственников компании BigLeon. Ну, я являюсь сейчас сооснователем компании BigLeon. Отлично. Расскажите, что же такое купонные сервисы вообще, как бы, вот в целом, что человек получает, человек, который решит воспользоваться вот такими какими-то вот предложениями, например, с вашего сайта или с вашего сайта конкурентов? Как это работает? В чистом виде, когда купонные сервисы появились, а появились они 1 марта 2010 года, именно тогда стартовала компания BigLeon, первая Россия, для человека она предложила ряд акций. Мы работаем в формате акций на различные услуги. Бокты, парикмахерские, посещения ресторана, кафе, спортзала с большими скидками. Как правило, скидки от 50 до 90% на услуги. Чтобы купить купон, человек выбирает себе понравившееся предложение, нажимает кнопку «Купить», оплачивает стоимость купона, дальше в его личном кабинете появляется купон, и с этим купоном он идет к представителю партнера, получить услугу. Все очень просто. То есть получается, что эта концепция как бы win-win-win, то есть вы получаете, соответственно, часть стоимости купона. Как правило, половину. Половину, да, клиент получает услугу со скидкой, а компания получает некое количество, видимо, покупателей. А компания на самом деле получает три важные вещи. Во-первых, а, это реклама, то есть они ничего не платят за рекламу, да, фактически мы берем только комиссию с размещения. Б, она получает деньги, естественно, и В, она получает, самое главное, клиента. Да, нового клиента, которого потом можно вести посредством программ лояльности, которую можно продать дополнительные услуги. Ну вот здесь мне сразу интересно, интересен один момент. Вот не получается ли так, что если клиент, человек, который, например, воспользовался каким-то продуктом, например, сходил в ресторан за 50% скидки суммы чека, а не получится ли так, что клиент больше, что называется, не придет в этот ресторан без скидки? То есть у него произойдет некий вот, как бы, даунгрейд, то есть снижение вот, что ли, как бы он не сможет уже заплатить полную стоимость, просто потому что он знает, что когда-то он уже в этом ресторане, собственно, в два раза дешевле обеда. Ну смотрите, ответ на данный вопрос достаточно прост. Вот если сравнивать данный вопрос с рынком, вот есть рынок одежды, да, например, и все мы знаем, когда есть сезонные скидки, и тогда нужно понять для себя, люди перестали покупать одежду за обычные деньги, или они ждут скидок? Кто-то перестал, но большая часть из них покупает, потому что ему нужно сейчас, прямо сейчас, да, купить что-то, и он не будет ждать этих скидок, этих распродаж. То же самое у нас. Если человеку нужен определенный ресторан, в этом момент его может не быть, да, и он пойдет туда за полную стоимость. Как правило, по нашим оценкам, тех людей, которые именно вот, так называемое, английское понятие deal hunters, да, их не более 5%, то есть именно те, кто живет на скидках. В общей подавляющей массе это обычные люди, мы просто их удивляем, да, мы просто делаем классные акции, да, просто чем-то их цепляем. То есть, по сути, 5% людей именно, что называется... Живут на скидках. Живут, да. Ну, как бы, то есть всегда ищут, как это вот можно сделать дешевле, чем... Дешевле, да, обычно. Ну, так небольшое количество, на самом деле, для 5%. Не очень большое, да. То есть, казалось бы, что их могло бы быть больше. Окей, ну, у нас, как известно, есть глобальная компания Groupon, которая, в общем-то, и была первопроходцем вот в этой сфере. И после IPO, соответственно, вот у меня есть динамика индекса широкого рынка S&P 500 и динамика компании Groupon. И вот Groupon потерял там порядка 78% с момента IPO, в то время как индекс S&P 500, несмотря на все пертурбации, все-таки рос. О чем это говорит и почему это происходит? Как вы считаете? Ну, с моей точки зрения, если не брать компанию Groupon, как одну, да, посмотреть больше на Zing, на Facebook, то у инвесторов, которые участвуют в IPO-компании, у них слишком высокие ожидания от компании. Их именно так преподносит данная компания. Да, если понаблюдать вообще историю тех компаний, технических компаний, которые провели IPO за последние 10 лет, слишком большие ожидания, да, уже рост 50% в год никому не нужен, да, нужен рост в 3, в 5, в 10 раз. Если ты это не удерживаешь, да, ты быстро царяешь в капитализации. Собственно, поэтому мы видим то, что Groupon, несмотря на то, что они прибыльные, у них 1,2 миллиарда кэша, да, поднятых с IPO, они реально упали. Реально потому, что они не выросли. Они не выросли во втором квартале по сравнению с первым. То есть были некие завышенные ожидания в период IPO, которые завышали там в том числе и банки, которые организовывали это размещение. И потом, соответственно, ожидания эти, скажем так, неожиданно потом выяснилось, что эти ожидания, скорее всего, не оправдаются по темпу роста, да, и, соответственно, из-за этого вот такая реакция. Ну, плюсы лукап еще прошли, да, инсайдеры начали продавать свои акции. Да, то есть, по-моему, в мае там было как раз на второй квартал, да, вот пришлось максимальные продажи, если не ошибаюсь, там в октябре IPO, да? Да, да, именно так. Вот, и, соответственно, инсайдеры начали продавать акции. А вот смотрите, какая штука, Олег, вот есть некий тренд общий, что, ну, соответственно, с макроэкономической ситуацией, с момента кризиса 2008 года, ну, там был как бы какой-то отскок все-таки, но, тем не менее, вот, несколько все-таки ухудшается. То есть, у компании снижается прибыль, то есть, какой-то вот, ну, можно сказать, стагнация какая-то постепенная наступает. Вы про рупон. Что? Вы про рупон. Нет, я в целом про экономическую ситуацию. То есть, в общем-то, не секрет, что во многих отраслях у нас сейчас как бы, ну... Рецессия. Да, какая-то вот такая вялотекущая рецессия, которая там как-то прерывается неким взбадриванием со стороны центробанков, которые заканчивают ликвидность, но, тем не менее, вот, тренд какой-то такой есть. И вот расцвет этих сервисов купонных, он как раз пришелся именно вот на этот период, с 2010 года. То есть, как вы это связываете? То есть, получается, что люди начинают больше экономить, они могут, может быть, уже не ходят в такие, ну, что называется, пафосные рестораны, как и раньше, и уже ищут как бы, как сэкономить. И вот в этот момент появляются купонные сервисы. Есть ли связь? А все, на самом деле, от обратного, все пошло со стороны партнера. А если посмотреть немножко раньше группона, да, то появился Ван Приве французский, который начал продавать одежду со скидкой, модную одежду со скидкой. Я не помню, в каком году, но это было там 2004 год, 2006, да, то есть после такого первого европейского кризиса. И пошло от партнера, то есть у партнера так называемые excess of inventory, да, то есть больше позиций на складе, чем они могут себе продать. И они саккумулировали базу и начали продавать эту одежду со скидкой. Вот, то же самое произошло и с услугами, то есть были рестораны, да, в кризис, понятно, потребление упало, особенно в Америке. По услугам были свободные места, не цена на то, что как бы, да, были зарплаты, которые платили, были аренды, были свободные места, то есть людям предложили воспользоваться данной услугой, но со скидкой. То есть пошли со стороны партнера. И это реально получилось. Да, это получилось, и дальше это начали масштабировать. То есть если так посмотреть, получается, есть сейчас ряд компаний, у которых есть, ну, скажем так, товар, который они хотели бы продать. Или услуга. Или услуга, да, или услуга. То есть изначально это все, вот услуга шла, я так понимаю. Вот, например, можно посмотреть ресторан, да, вот мы посмотрим, вот взять среднестатистический ресторан, да, вот в среднем больше половины мест свободное. Да, и мы говорим о том, мы готовы загрузить данную половину людьми, да, они не принесут 300-400% прибыли, вы получите 100% прибыли с них, и они станут, возможно, вашими постоянными клиентами, если им у вас понравится. Да, мы об этом говорим. То есть фактически это дозагрузка. То есть мы не говорим о том, чтобы те, кто ходил, да, перестанут ходить, только будут по скидке. Мы говорим о том, что есть свободные места, давайте мы их дозагрузим. Потому что конкуренция в локальных услугах, она дикая просто, да, салон красоты закрывается очень часто, ресторан закрывается очень часто, а мы позволяем дозагрузить людьми эти заведения. Ну, с другой стороны, если заведение будет загружено на 100%, соответственно, все-таки те люди, которые там сидят, теоретически могут испытать какое-то ухудшение сервиса. Есть запись. Но предлагаю об этом подробнее поговорить после новостей. Итак, у нас в студии Олег Савцов, директор по развитию компании Беглеон, и вы можете задать ему вопрос, позвонив по телефону 495-65-10-99-6. Мы остановились, Олег, на том, что компания, которая, ну, допустим, ресторан, который загружает 100% мест, все-таки может быть не таким привлекательным, как ресторан, который наполовину пустой, и люди там могут свободно общаться, там, без гулу толпы и так далее. Есть ли такой момент, вот при разговорах с партнерами возникает ли вот такой момент? То есть, как это все происходит? Какие у них основные опасения? Ну, смотрите, если мы говорим о том, теперь ресторане, где нужно поддерживать 50% мест, то, скорее всего, такой клубный ресторан, да? И мы, как правило, с ним не работаем. Единственное исключение, может быть, это романтический ужин, да? То есть, это дорогой, как бы, ужин, там, с большой скидкой, да? И, как бы, то, что отсекает сегмент перенаполненность, это первое. Второе, для ресторана, для салона красоты существует запись, да? Для определенных ресторанов, если это не какое-то, не массовое потребление, если, например, в случае с Випошей, которую мы проводим, да? Там нет записи, ты приходишь, всегда тебя обслужат. И массовость продукта для них важна, да? Хорошо, когда там сидят люди. Если же ресторану необходимо как-то квотировать количество мест, да? Существуют записи, в условиях акции мы прописываем, что предварительная запись обязательно. Таким образом, да, лишние никто не придет. То есть, не бывает ли таких ситуаций, когда человек приходит в ресторан и, например, либо не может прийти в ресторан, потому что там запись на 3 недели вперед или что-то там, привезти какую-то услугу, либо приходит и, ну, по сути, как бы не может туда попасть, потому что там слишком много народу. Вот таких моментов были ли такие моменты? Ну, и та, и другая ситуация возможна. В случае, если человек не может использовать свой купон на протяжении 3 недели, потому что там запись и партнер не рассчитал, в данном случае, конечно же, мы пользователю вернем деньги. В полном объеме, да? В полном объеме, конечно. И партнер тоже за него не получит, потому что схема рассчитана так, что партнер получает деньги только за тех людей, которые он их обслужил. А как вы принимаете партнеров вот к себе? То есть, что... У вас какой-то есть фильтр вообще? Кого вы берете, кого нет? Тут достаточно интересная схема, которая у нас называется сити-плайнингом. Вот, если мы берем Москву, а мы говорим, что, например, нам по Москве, например, нужны красоты 30% в нашем обороте, там, ресторанов 10% и так далее. Дальше идем в красоту и говорим, что из красоты нам нужен массаж, из массажей нам нужен, условно, тайский массаж. И мы таких массажей хотим, например, 5 штук видеть в разных районах. Их стоимость должна быть такая. То есть, мы уже, да, накопили некий экспириенс, мы понимаем, за сколько массаж нужен людям, да, то есть, некий, как бы, справедливый прайс по этой услуге. Дальше мы под это подтягиваем наших партнеров. Приоритет тем, кто качественно отработал предыдущие акции, либо новые, которые прошли проверку службы безопасности и нашим скорингом. А как вы даете, вот, как вы договоритесь с партнером? То есть, у вас процент фиксированный или нет? Я так понимаю, что нет. По услугам всегда практически 50%. Больше не даете? Либо есть какие-то исключения? Больше не берем. Нет, но есть рестораны, где у нас 100% комиссия, потому что там продается не сертификат, фактически, на стоимость, да, а фактическое право получения скидки. То есть, вы, условно, за 50-100 рублей покупаете скидку и уже на месте рассчитываетесь, да, это с некоторыми ресторанами мы так и делаем. У нас на телефонной линии Ксения. Ксения, сейчас попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Добрый день. Ваш вопрос. У меня вопрос следующий. Я приобрела купон на сайте группона, не биглиона. Но я думаю, что система одна и система одна. И суть в том, что заказала я шкаф по данному купону. Вот прошло уже 10 месяцев, как этот шкаф мне доставить не могут, объясняя это всякими разными отмазками в том плане, что то одно сломалось, то один станок сломался, то другой. Но, в общем, шкаф мне предоставить не могут. Я обращалась в службу поддержки. Мне ответили, что связались с компанией, и данный товар будет доставлен в любом случае. Но сейчас существует такая информация, что данная организация вообще, в принципе, уже не существует, не работает. То есть, никакого шкафа, собственно, я наверняка не дождусь. Но стоимость была немаленькая. А что говорят коллеги из Группона? Они готовы вернуть деньги? Они говорят, что они связались с руководством компании, что данный товар будет доставлен. Ни о каких-то сроках речи быть не может. Ксения, а вы что бы хотели, вернуть деньги или получить товар? Товар я уже не хочу получать, естественно, потому что столько времени ждала, а качество, тем более, я теперь не уверена. И, конечно, я хочу вернуть деньги. А купон у вас не погашен? То есть, есть такая, как бы... Вот смотрите, Беглен как работает? Он переводит деньги только за тех клиентов, которых обслужили. В данном случае, если человек не удовлетворен качеством, мы ему возвращаем деньги. Соответственно, Группон немножко работает иначе, но, тем не менее, вот хотел узнать, купон у вас погашен? Купон у нас погашен. Дело в том, что оплачивалась сверху сумма. А, то есть, вы вышли на уровень взаимоотношений уже фактически с партнером, да? Да, да. Но когда я обратилась в Группон с вопросом, вы разве не несете ответственность за своих партнеров, мы не сказали, да, конечно, мы несем ответственность. Ну, смотрите, я так могу сказать, Группон в силах вернуть вам деньги, да, вопрос того, захочет он это сделать или нет, это вопрос его репутации. Да, ну, в наших случаях, в каких-то тяжелых ситуациях, даже несмотря на то, что мы перечислили деньги партнера, мы всегда стараемся, как бы, максимально удовлетворить клиента, ну, чтобы дальше он покупал. Вот. Ну, дело в том, что я бы хотела просто узнать, принесет ли Группон какую-то ответственность за это, да? И помимо тех денег, которые я платила за купон, я заплатила сверху уже в компанию, да, потому что там, ну, добавляла что-то, да, по заказу. И это стоило сверх суммы, сверх плачевного купона. Мне эту разницу кто будет возвращать? Ну, смотрите, если юридически рассматривать данную ситуацию, то Группон данную ситуацию ответственности не несет. Но моральная ответственность, конечно же, да, и вы можете потребовать. Ну, вот Ксения, да, действительно затронула такой интересный момент. Дело в том, что отношение с партнером, как бы, это отношение... Другая плоскость уже. Да, это уже другая плоскость, на самом деле, вот здесь, как бы, это, как я понимаю, это некое слабое звено, да, вот всей, как бы, цепочке. Ну, если человек, условно, пришел в ресторан, к примеру, и заплатил чаевые, к примеру, да, а потом, ну, и чаевые как-то заплатил впереди, например, до обеда, да, и потом требует вернуть, сложно, да, потому что он имеет уже взаимоотношения с партнером, это как в обычной жизни, то есть сложно повлиять компании, оператору купонного бизнеса в данной ситуации, но если их не связывает какие-то финансовые отношения, да, ну, в случае с Беглионом мы пытаемся всегда, вот, именно, так скажем, напрячь партнеров, да, чтобы пойти на сторону клиента, потому что, ну, то, что имеет купонный бизнес, он имеет клиента, да, это в первую очередь. Но риски, я так понимаю, все равно существуют. Риски существуют однозначно. Если вы попали, как бы, между уже, допустим... Молотом и наковальней, как говорится. Да, то есть одни говорят, ну, мы уже, как бы, все, идите, идите. А другие говорят, только ждите, да, мы вам привезем. Да, да, вот этот момент, да, наиболее рискованный. Окей, ну, давайте поговорим чуть-чуть больше о Беглионе, как о бизнесе. Сколько человек работает в компании? В компании работает 1200 человек. 1200 человек. Да, в основном это менеджеры по работе с партнерами, коих 800 человек, они раскиданы по 50 городам России, Беларуси, Казахстана и Украины. То есть у вас, получается, три страны, да, или больше? Беларусь, Казахстан, Украина, Россия четыре. А, четыре страны, соответственно. И вы, как вы выбираете, в какой город пойти? Ну, мы уже выбрали, в какие города пойти, а до того момента, как мы выбирали, все очень просто. На сайте была открыта регистрация, и мы смотрели, да, насколько активна там аудитория, сколько зарегистрировалась, да, насколько город входит в экономику России с точки зрения максимальных показателей, да, и это, естественно, идти со стороны миллионников, да, и доходить в города там с популяцией, там, 300-400 тысяч плюс. Угу, угу. Ну, а вот если говорить о показателях бизнеса, то есть насколько я, как бы, нашел в открытых источниках оборот Беглиона за прошлый год, это где-то 140 миллионов долларов. Похоже на правду. Мы не раскрываем показатели, вот, нас оценивает примерно где-то правда. Угу. И получается, в среднем, как бы, если брать группон, то, ну, соответственно, такие сервисы получают, где-то зарабатывают, как чистую прибыль, где-то 50% от оборота. Ну, а если мы говорим про услуги, то да, потому что существуют еще и товары и путешествия, да, где, собственно, существует такая вещь, как себестоимость и маржинальность там поменьше. Или билеты, опять же, да, например, на концерты. Там 10-15% комиссии может быть. То есть чисто с купонов зарабатывается примерно 50%, а если брать просто товары, которые стоят дешево, которые стоят, скажем так, которые выгодные. 30% для ровного счета, 50% услуги, 30% товары. Ага. Ну, в любом случае, то есть получается, если, соответственно, информация похожа на правду, то это где-то 70 миллионов долларов в год. За два года, в общем, неплохой бизнес, да, с, в общем, неплохими показателями. А как получилось вот так отстроить этот бизнес? То есть что это было вначале? Как появился Беглеон? Почему именно Беглеон? Почему такое название? Ну, Беглеон появился, ну, собственно, красивое доменное имя. Нет миспеллинга, ошибок в написании. Свободные домены, Беглеон, Миллион, Купон, да, созвучно. Ну, и как бы, с точки зрения построения абстрактного бренда, да, в электронной коммерции тоже очень хорошо. Олег, вы придумывали имя? Ну, это совместное усилие нашей команды. И что касаемо, как получилось отстроить, ну, до этого мы занимались программой лояльности. То есть это фактически последние мили, да, между клиентом и партнером, да. И когда появился Группон в 2008 году, мы там очень сильно за ним следили. И когда это был взлет ракеты, там, в 2009 году, да, в 2010 году, мы резко переключились там с классических программ лояльности именно на эту тему, быстро отстроили бизнес. И там за три месяца запустили, запустили его первыми. Первый марта 2010 года. Спустя две недели стартовала Дарбери, да, на инвестиционные деньги e-Capital Venture Partners. То есть в России вы были первые? Первые, да. Вот, потом был Дарбери, Дарбери был консолидирован с CityDeal, который Groupon, да? Вот так вот. А вы как-то использовали, ну, собственно, то есть вы, по сути, скопировали Groupon, или это было, как это все выглядело? Вот, например, это была история, похожая на ВКонтакте и Фейсбук, или какие аналогии мы возьмем? Ну, смотря, что понимается по слову копировать, потому что, условно, картинка, это лишь одна составляющая. Если в таком виде говорить, да, мы скопировали. В чем мы скопировали? Один в один. Даже так? Даже так, да, зеленый цвет. Для чего это было сделано? Это сделано для привлечения пиар-вниманий со стороны всех, да, и реально там раньше была статья, после этого у нас уже был дизайн, мы потом плавно сменили, но бесплатную пиар-активность мы получили на этом. А что касается внутренних технологий, то тут мы изучали и отстроили, ну, достаточно сложный бизнес-процесс, который, ну, не у многих компаний в России присутствует. Так вот, да, в чем, как бы, преимущество? Именно в этом бизнес-процессе, а вкратце, в чем он заключается? Ну, компания же, вот, чем вот один магазин у дома отличается, я не знаю, от магазина Ашан? Да, ну, в комплексе, да, комплекс стоит это, и бизнес-процессы, и правильные люди, и деньги вовремя залиты в компанию, ну, то есть некая совокупность факторов, да, вот нельзя так говорить. Просто скопировать это очень просто, мы видим... А если говорить о конкретном потребителе, то есть человек, который заходит там, который знает, что есть такие компании, как Peglion, как Groupon, еще там ряд компаний на российском рынке, вот для него, в чем вы можете сказать, в чем ваше преимущество между другими компаниями? Потому что все, в принципе, похожи очень эти сайты, ну, вот я зашел там, Peglion, Groupon, все очень похожи, то есть красивые картинки, которые вызывают желание что-то заказать сразу. Есть ли какая-то разница? Смотрите, вы зашли, потому что вы готовились к передаче, да, и там по долгой службы вы зашли. На самом деле человек знает, как правило, либо Peglion, либо... Я заходил и раньше, мне было интересно, как это работает. Ну, а если говорить с точки зрения рынка, с точки зрения отношения потребителя к данным сайтам, да, то человек как бы приверженец одного бренда. И пересечение между базами, она достаточно минимальна, как показывает практика. Второе, чем мы лучше? А мы лучше с тем, что мы единственная компания в России, которая предлагает товары. Да, Peglion – это не просто скидки на услуги, Peglion – это место, где выгодно купить товар, услугу или путешествие. И товар мы продаем в формате акции, да, и мы работаем фактически как интернет-магазин. То есть у нас идет, например, акция на, не знаю, мультиварку, да, он ее смотрит, выбирает, кладет себе в корзину и оплачивает заказ карты, либо наличными. То есть мы делаем как обычный интернет-магазин. То есть вы немножко диверсифицируете здесь, да? Абсолютно, да. Олег, я предлагаю продолжить после новостей. Итак, у нас в студии Олег Савцов, директор по развитию бизнеса компании Beglion. Олег, мы закончили на том, что у вас, кроме услуг, есть еще и товары. То есть чем вы отличаетесь, собственно, от других купонных сервисов, да? То есть это отдельное направление бизнеса. А почему так решили? То есть я так понимаю, что Группон ввел такую штуку, и вы как бы тоже сориентировались и… Ну смотрите, на самом деле, действительно Группон ввел, причем, по-моему, немецкий сначала, да? И ввел он их по купонам. Мы ввели тоже сначала по купонам, но столкнулись с проблемой, что, например, акция иногда в большем числе не обеспечена товарным запасом, да? Партнер ведет себя некорректно, доставляет долго и так далее, да? И мы решили прекратить вот эту связь с доставкой, с хранением товара, да, и замкнуть ее на себя. То есть фактически у поставщика есть товар, у нас есть клиент, да, и мы готовы их соединить, доставив самостоятельно, упаковать заказ и доставить. Тем более мы смотрим, как развиваются именно эти вещи в электронной коммерции достаточно хорошо, если ты оказываешь качественную услугу. То есть это как бы сопутствующая такая вещь. Человек хочет получить хороший товар по низкой цене, приходит, он может купить товар, может заказать услугу. Да. То есть все как бы вот... Может съездить в путешествие. Ассоциируя это с вашим брендом. Да. Ну или с брендом другого купонного сервиса. Окей, ну возвращаемся к компании. Значит, начали в работу в 2010 году. Вы сейчас, я так понимаю, в России, ну, самый большой, да? Да, вы номер один в России. Номер один в России. По выручке. По услугам. По услугам. По товарам, естественно, тоже. Ну вот я читал некоторое мнение, в интернете было интервью анонимное. Человек, якобы владелец компании, собственно, купонного сервиса, писал о том, что во многом для чего все это делается. Для того, чтобы получить как бы финансирование. То есть деньги, по сути, которые оплачивает клиент на какой-то момент, то есть на время, как минимум на время действия акции, то есть на месяц, на полтора, они как бы зависают у компании, которая занимается купонами. И, соответственно, их можно как-то прокручивать. Ну, там, конечно, было это достаточно одиозно написано, то есть он говорит, что вкладывает это в другой бизнес и получает 30% за это время, но это, в общем, не очень похоже на правду. Вот где здесь правда, где вымысел? Действительно ли это так? Или какую вообще в структуре выручки часть занимает вот такая механика? Смотрите, я тоже читал это интервью, да, и беря во внимание тот факт, что в интервью указывало, что там был владелец одной из крупных купонных компаний. При этом я, собственно, лично знаю всех владельцев, это достаточно уважаемые люди, и там, и профессионалы, да, и отнюдь не барыги. Да, да, то именно правдивость этой статьи, она весьма сомнительна. Даже можно посмотреть с другой стороны, да, если мы берем, там, не знаю, сотни миллионов рублей, которые, там, приходят от акции и кладем это на вертнайт, и это всего лишь, да, доход, там, до 10 тысяч долларов. Да, то есть это, ну, затея бессмысленна абсолютно. То есть это, в общем-то, ну, можно так сказать... Это статья, ответ на какую-то акцию, которая проходила по розыгрыше айфонов. Угу, угу. Кстати говоря, вот по поводу розыгрыша айфонов, была нашумевшая история с другим купонным сервисом, который пообещал, значит, соответственно, айфоны недорого, и в итоге там, я так понимаю, часть людей все-таки получила эти айфоны, а часть людей так и, по-моему, и не получила. Не получила, как в ситуации со шкафом. Да, вот как прокомментируете, что это было? Как можно отличить, вот, собственно, как человек может понять, что ему надо сделать, чтобы не попасть в такую ситуацию? И вот, с моей точки зрения, такие вот акции, которые проводятся нашими конкурентами, они плохие, потому что подрывают авторитет человека, доверие человеку к данному рынку, к данной компании и к остальным компаниям тоже. Ну, потому что данные акции, ну, если мы говорим про розыгрыш, если мы, например, говорили про розыгрыш, мы продавали Ford Focus со скидкой 70%, да, но эти акции были направлены на привлечение. То есть это была чистая, как бы, по стилоте лотерея, да, то есть там три машины или скушка? Да, чистый маркетинг, то есть чистый маркетинг. В данном случае, как бы, акция маркетинговая, да, но мне звонило много друзей и знакомых из различных топовых компаний. И говорили, Олег, вот там проходит акция, рекомендую, я говорю, ни в коем случае. Ну, мне просто как эксперту, оно вот на поверхности, а для клиента, клиент, если он покупал, условно, услуги, рестораны, а тут еще айфон, да, выбора не остается только купить. Но это значит злоупотреблять доверием потребителя и для всех плохо, да, такие вещи делать нельзя. Олег, а скажите, есть вот какие-то вот, что называется, аутсайдеры в этом бизнесе, то есть компании, которые, ну, вот, которым вы бы, наверное, не рекомендовали бы обращаться? Ну, знаете, есть поговорка о конкурентах, хорошо либо никак, да, поэтому я бы, ну, не хотел говорить. Все работают, есть реальный рейтинг, да, есть номер один, есть с отрывом номер два, есть с отрывом десять раз остальные игроки. Ну, окей, ладно, тогда вот просто давайте пофилософствуем. Вот люди, которые обращаются и покупают что-то по купонам, что это такое? Это вот игра на, по сути, таких вот, как-то не то чтобы низменных, но вот таких негативных чувствах, жадность, то есть человек хочет что-то получить сильно дешевле, да? Ну, если мы к физиологии обращаем в пирамиды Маслова, то это действительно жадность, да, но на самом деле скидки – это привычная модель, которая используется, да, если мы посмотрим западный мир, да, есть такое понятие, как аутлеты, да, такие городки, где есть бренды со скидками, и что мы в них увидим? Мы в них увидим бренды со скидками, а часть товара реально нет в магазинах таких брендов, потому что этот товар отшивается именно для аутлета. А люди, ну, готовы, вот, например, есть джинсы, они стоят две тысячи рублей, да, и человек готов купить эти джинсы со скидкой, там, за тысячу рублей, неважно какой это марки, там, марок, может быть, тысяча, да? Это не человек, который покупает Gucci, Prada, да, человеку нужны джинсы хорошего качества, хорошего китайского качества. Ну, в аутлетах часто, вот, крупнейшие, известнейшие бренды, которые можно купить абсолютно. Абсолютно, да, да, и я в Prada покупал в Италии, ну, вот, и все нормально, просто вопрос, что ты хочешь, да, если тебе надо сейчас, там, да, ты идешь, там, в монобутик и покупаешь, там, если ты хочешь сэкономить, ну, выбрать, если у тебя есть время, да, тебе не нужна, в принципе, вот, как работает магазин со скидкой, да, какой-то дискаунтер, да, человек приходит туда, например, за какой-то вещью, футболкой, джинсы, неважно, там, какая будет вещь, там, бешка, это, не знаю, Stradivarius, там, там, или Zara, да, к примеру, он просто хочет футболку, футболку за определенную стоимость, и бренд потом он уже берет. Бренды хорошо, а скидки еще лучше. Угу, ну, то есть это, по сути, как бы, последнее средство монетизировать какой-то крупный бренд, если уже, вот, люди, которые покупают его за нормальные деньги уже, там, что называется, охваченные, то есть остаются люди, которые, в принципе, его купили, но у них, там, вот, немножко, как бы, не дотягивают они, и для, именно для этого, собственно, и есть те же, там, и аутлеты, и вот, собственно. Ну, нельзя рассчитать очень четко спрос, особенно, например, в одежде, да, там настолько это эластичное, и поэтому всегда есть переизбыток. Всегда, и это, фактически, ликвидация остатков, да, ликвидация того, что не продано, причем, да, с прибылью для производителя. И еще такой момент, вот, часто бывает, что, например, как это обычно, ну, что называется, работает во многом, компания имеет какой-то продукт, что ей мешает завысить цену, там, допустим, вдвое и дать потом 50-процентную скидку, то есть вы как-то с этим боретесь? Именно товар или услугу. Услугу, допустим. Ну, смотрите, что значит завысить цену, если мы берем, не знаю, классическую услугу, к примеру, там, маникюр, там, педикюр, она имеет определенную стоимость, да, мы рассчитываем, ну, и среднюю стоимость. Так, завысить, она у нас просто не пройдет внутренний контроль, это раз, а во-вторых, мы же проверяем партнеров, это значит, что он должен, то есть, из прайс-листа вычеркнуть, там, сайты убрать, то есть, ну, это достаточно геморройно, и если мы обнаружим, он не получит денег. То есть, а, это прописано в договоре, да, и если компания, грубо говоря, вот что-то такое делает, потом в итоге, она просто, мало того, что она выпадает из числа ваших партнеров со свистом, она финансово штрафуется. Она еще финансово штрафуется. Были случаи в некоторых регионах, да, там, пытались завысить стоимость, и там менеджер приходит, когда уже договор заключать, и в прайс-листе видит стикером замазанную цену, да, мы сразу, как бы, отказываемся, ну, потому что, если он сейчас себя обманывает, значит, он будет обманывать и в будущем. То есть, клиентами, с конечными клиентами старайтесь поддерживать какую-то связь, чтобы они, соответственно, так же. Интересно, вот у вас столько людей, то есть, 1200 человек, расскажите по структуре, кто чем занимается, как вообще выстроена эта схема, то есть, что здесь, движущая сила, это взаимодействие с партнерами? Движущая сила, это акции, да, вот, акции, это то, что делает компанию успешным, акции ищут менеджеры по работе с партнерами. Соответственно, сегментарно у нас все разделено на три зоны, даже на четыре, Москва, Питер, регионы и СНГ, да, на этот блок приходится порядка 800 человек, человек, дальше колл-центр порядка 200 человек и сопутствующие службы, это IT, маркетинг, бухгалтерия, финансы. Ну, основная движущая сила, это, так скажем, авангард нашей компании, это менеджеры по работе с партнерами. То есть, это, как бы, самая... Движущая сила, да. Такой боевой кулак. Да, селс-компания. А как вообще относятся эмоциональные люди к купонным сервисам? Насколько, вот, люди относятся, как к какому-то, действительно, к какому-то очень приятному месту, где можно купить удешево, либо к людям, которые, ну, пытаются, там, каким-то образом хитро очень выманить деньги? То есть, вот, какое отношение преобладает, как вам кажется? Ну, если в большей степени смотреть, да, это нормальные, хорошие отношения. Но, если говорить чуть-чуть пораньше, да, вокруг этого был хайп, вау, да, как такое возможно, был такой вот, там, интерес, да. Сейчас это становится должным, да, это ворвалось и уже закрепилось в нашей жизни, как обычное явление, да, то есть, можно приобретать услуги со скидкой, и люди относятся нормально, с учетом того, что Беглион гарантирует стопроцентный возврат, да, если что-то получилось, потому что у нас есть клиент, да, и для нас он ценен, потому что, возможно, партнер некорректно себя повел, и он не получил услугу, мы ему лучше вернем деньги, чтобы он купил у нас другие акции, может быть, товары или путешествия. А есть ли какие-то ноу-хау в области управления людьми, то есть, вот, вы как менеджер в том числе, да, как и собственник и менеджер, что, может быть, поскольку компания, вероятно, росла очень быстро, да, за два года 1200 человек, что-то поменялось вообще в отношении, как набирать людей, как их, может быть, готовить, обучать, что-то произошло, какие-то изменения у вас в отношении к этому? Селзо больше всего 800 человек, да, это самый сложный плац по набору, да, особенно он сложен в регионах, потому что селз в Москве не такой, как селз в регионах, да, то есть там продажи, они фактически, это не продажи активные, нам нужны активные продажи, а там фактически аккаунтинг такой, да, то есть сопровождение клиента. Поэтому с точки зрения ноу-хау, можно сказать, что мы, вот, есть компания, которая добывает алмазы, вот, да, прежде чем добыть алмаз, он там разрывается, вот эта алмазная трубка, да, грейдерами. Фактически у нас там сидит большой штат рекрутеров, порядка 15 человек, и мы в месяц проводим 3000 собеседований по скайпу, прежде чем нанять несколько десятков человек в штат. Текучка большая? Если сравнить колл-центр, она в пределах рынка, если сравнить по селзам, по селзам именно, по селзам не такая большая, и она лишь связана с тем, что у нас есть четкая система KPI для них, да, если человек не выполняет данный KPI, мы прощаемся, потому что условно… То есть это что, это холодные звонки, наверное, да? Ну, KPI нам звонки, а звонки – это в случае разбора, да, это фактура, на основании чего совершается продажа. Фактически интересуют акции, и акции не просто акции, а акции, которые, приносят деньги. Сколько, Олег, зарабатывает у вас селз средний, допустим, в Москве, который продает, ну, грубо говоря, делает план? Ну, конкретные цифры мы не раскрываем, но с точки зрения рекламного рынка, говорит, то два-два с половиной раз больше. То есть к вам, в принципе, люди хотят попасть? К нам люди хотят попасть, и для регионов та же самая тенденция. А есть ли обучение внутри компании? Да, конечно, то есть первые две недели – это стажировка. У нас есть корпоративный университет Беглиона, так называемый КУП, в котором, собственно, происходят тренинги, да, первоначальные, есть кейсы, есть азбука Беглиона. Люди тренируются, люди делают первые акции, после этого для регионов мы решаем, будут они в штате, не будут, так называемые стажеры. То есть вы как бы ведете человека, обучаете его, и, соответственно… Да, и смотрим, насколько, потому что с Силзом не угадаешь, полетит птица или нет, да? Ну, да, как обычно. То есть нужно ее выпустить из гнезда, и если летит, то хорошо, а если нет, то нет. Хорошо. Очень интересно, да, продолжим разговор по поводу купонных сервисов после новостей. Итак, бизнес-класс продолжается. У нас в студии Олег Савцов, директор по развитию компании Беглион. Олег, у меня вопрос про вас, биография, то есть вы как человек, который, в принципе, раскрутил успешную компанию с замечательными цифрами финансовыми, хороший бизнес. Как это произошло? То есть какие у вас были вехи в биографии, которые повлияли на то, что вы сейчас занимаете именно эту позицию, имеете как бы часть вот этого вот именно бизнеса? Ну, я думаю, что три вехи, с моей точки зрения, да? Первая веха – это 2000-й год. Это обучение во Франции, в технологическом университете города Бильформен-Бильярд, и одновременная стажировка в группе компании PSA Peugeot-Си-Троен в администрации этой компании. Соответственно, она позволила, и стажировка, и обучение позволило посмотреть на мир по-другому, со стороны бизнеса. А что это за обучение? Это было MBA? Нет, это обычное обучение, это после университета, так называемое, там, по обмену опытом, да, ну, просто как дополнение, если ты хочешь, как бы, еще и западные корочки, да, то есть есть такая возможность, для этого нужно сделать то-то, то-то, какие выполнительские ПИ, да? То есть у вас первое образование российское? Тверской государственный технический университет, инженер, бакалавр, магистр, и плюс ЮТБМ – это тоже инженер. Плюс у меня также есть MBA по Плешке, по финансам. Вторая веха, я считаю, что это компания РБК, я порядка 7 лет проработал в компании РБК, и занимался различными вещами данной компании, начинал с директора департамента интернет-проектов, был заместителем генерального директора, генеральным директором РБК-софта, зам генерального РБК, и различные бизнесы, в том числе медийные, массовые сервисы, интернет-проекты и IT-проекты, да, были под моим управлением. И третий веха, после РБК мы запустили как раз вот программу лояльности, заместительный проект, да, вовремя посмотрели, оценили. А что это было, можете чуть-чуть поподробнее рассказать? Это была платежно-дисконтная система, которая позволяла, то есть фактически такой сплав малины плюс Яндекс.Денег. То есть вы имели физическую карту, да, вы расплачивались ее в магазинах, получали не бонусы, не баллы, а реально рубли, эти рубли вы могли потратить на услуги сотовой связи и так далее, да, то есть фактически, если привязать малину и Яндекс.Денеги, да, могли. Но так как такие технологические проекты в силу специфики России, они растут гораздо медленнее, да. Ну, то есть тут как бы есть еще взаимодействие с законодательством, с платежными какими-то вот этими нюансами. Есть некие как бы сложности, да, опять же привлечение денег в такие проекты, они другого порядка. И, собственно, все эти опыты РБК, перестройка мозгов благодаря Франции и самостоятельная предпринимательская жизнь по платежной системе, да, вот позволили создать нам такую компанию, как Беглеон. А когда началась самостоятельная предпринимательская жизнь по платежной системе? Я в седьмом году, в конце седьмого ушел за РБК, вот, соответственно, 2008 года. Ну, в РБК вы просто работали на компанию, да? Да, я работал на компанию, у меня были опционы, бонусы, как у всех. И, как бы, команда сложилась именно там или она все-таки сформировалась позже? Ну, смотрите, есть часть команды, которая сложилась там, есть часть команды, которая пришла. Но благодаря РБК это был колоссальный опыт управления различными проектами, запуска стартапов, да, то есть фактически достаточно много у меня было полномочий. По запуску проектов мы консолидировали, например, рынок хостинга. Да, мы, как бы, начали хостинг в 2003 году, хостинг центр РБК, и дальше мы консолидировали, мы купили SpaceWeb, Peterhost, много компаний, вот, сейчас до конца, вот, то, что я начинал там, в 2004 году сделку с Рудцентром, только сейчас ее завершили. То есть было много-много каких-то дополнительных, как бы, бизнесов, которые РБК консолидировал в какой-то момент, и вы осуществляли как раз вот активное… Менеджмент, где-то именно стратегический менеджмент, где-то микроменеджмент, то есть ты берешь, садишься с каждым человеком, разбираешься, что по полочкам, что по зернышкам, да, и решаешь, что нужно делать дальше. У нас вот по e-mail пришло сообщение от Екатерина, я сейчас его прочитаю. Добрый день, насколько я понимаю, в купонные сервисы обращаются небольшие компании, требующие раскрутки, либо слить те услуги или товары, которые не продаются. Покупала купон, информация на сайте не соответствует действительности, предлагаемое количество салонов, качество салонов красоты довольно низкое, это снижает положительное отношение к купонным сайтам, в том числе купоны покупала на сайте Beagleon. Как проверяется качество предлагаемой услуги? Вот вопрос от Екатерины. Ну, смотрите, то, что плохие компании ставятся, это некорректно. Ставятся те компании, которые проверяются. Как они проверяются? Во-первых, визуально проверяет менеджер, проводится партнером, который туда ездит, подписывает договор. Проверяется служба безопасности, проверяет сити-планинг на предмет наличия сайтов. Как может проверить клиент? У нас есть отзывы. Вот вы спрашивали, чем наша компания отличается от других. Мы уникальны в России тем, что у нас есть отзывы по компании. И не только по тем, по которым с купоном ходили, и по другим. У нас номер один площадка в интернете по отзывам. Отзывы вы имеете в виду, просто человек может написать фидбэк? Да, написать, прочитать. Ну, а не получается ли так, что хорошие отзывы остаются, а плохие как-то так не сильно бросаются в глаза? Ну, смотрите, остается все, кроме мата. Ага, то есть вы оставляете все, кроме мата. Все, кроме мата и конкретика. Если человек просто пишет уроды, мы такое не оставляем, потому что это трач. Ну, понятно, это не конструктив, естественно. Да, а с другой стороны, вот девушка спрашивает, что обращаются плохие партнеры. Но можно привести примеры, если там, не знаю, Япоша, Тарас Булева, да. Это хорошие рестораны, где мы с вами кушаем, да, и отнюдь у них не все так плохо. Просто для них это дополнительный канал получения клиента. Окей, окей. Хорошо, возвращаемся, Олег, к вам. Ну, вот какие-то были ли сложные, неприятные моменты, может быть, в развитии компании, либо какие-то прорывные моменты, после которых вы понимали, что да, вы сделали правильный шаг, и, соответственно, это очень сильно сработало. Что-то такое можете припомнить? Ну, смотрите, я могу припомнить два момента таких прорывных. Сначала с прорывных начнем, да. Первый прорывной момент, это был мая 2010 года, когда мы запустили несколько суперакций. Это Боулинг, где продали 2000 купонов, это Картинг, это Аэроптруба, где мы продали 4000 купонов. При этом это количество было в 10 раз больше, чем у Группона. То есть в этот момент вы поняли, что… Это колоссальный отрыв был, после которого вот именно набор базы, с точки зрения, из уст в уста, да, на колоссальный. То есть просто люди раскупали, да. А второй прорыв, который был в прошлом году, когда мы максимально заточились на маркетинге, да, помимо классных акций, да, мы сделали классную маркетинговую платформу. То есть мы провели несколько акций, там, автомобиль со скидкой, там, миллион отбеглен, квартира со скидкой 90%, набрав большую количественную базу, да, в которой мы предлагали классные акции. То есть вот эти моменты были самыми такими основными, да. Ну а вот как менялись, менялось ваше личное вообще отношение к компании в течение всего этого? То есть я так понимаю, что как бы по мере того, как рос масштаб, все-таки все больше требовалось, наверное, энергии как-то, да. Или как это? Как у вас на вашу личную жизнь, вот, может быть, на повседневную повлияла, повлияла вот такая вот популярность, которая пришла с раскруткой биглеона? Ну, изначально мы строили компанию как бизнес, да, спросите, по-разному можно компанию строить, можно компанию строить под продажей изначально, да, там, финансовым директором, да. То есть вы продавать пока не собираетесь. Да, мы изначально строили компанию как бизнес. Мое глубокое убеждение, если ты строишь нормальный бизнес изначально, каких-то проблем с точки зрения паблик-маркета у тебя не будет, да. И когда мы действительно это делали, через месяц у нас было 20 инвесторов, из которых мы первоначально выбрали, да, как бы определенных. То есть вот Tiger Global, да, я так понимаю? Первоначальный инвестор Runet Holdings, Леонид Бегуславский, да. А, это еще самое, да. Да, это самый первый инвестор, а Tiger был вторым, ну, второй раунд. А изменилось ли ваше, ну, я так понимаю, что, конечно же, изменилось. То есть в какой-то момент вы поняли, что вы, в общем-то, уже человек, как минимум, не бедный? Когда был вот этот переход, то есть именно на персональном уровне? Ну, на самом деле, максимально, с точки зрения бедности, не бедности, а максимально все деньги, которые были проинвестированы, они вложены в компанию, да, в развитие компании, маркетинг. И, в моем понимании, если ты веришь в успех, если ты веришь в этот бизнес, да, ты должен зарабатывать на equity. Ну, equity – это дальнейшая продажа с точки зрения IPO или private placement или какого-то экзикта, да. Главное – сделать правильный большой бизнес, потому что, условно, обогатиться лучше на большом бизнесе, на большом куске. А есть ли смысл вот сейчас начинать что-то такое, что-то подобное? С точки зрения никакого бизнеса абсолютно нет, потому что это, ну… Все, уже забрали все, да? Все, что можно, забрали. Хорошо, у нас в студии ко мне присоединяется мой коллега Олег Дмитриев, он ведущий «Сухого остатка». Олег, может быть, у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю? К сожалению, наверное, у меня могло быть масса вопросов, тема сегодняшней вашей программы замечательная, интересная. Вот. Ну, я единственное, от себя могу сказать, насколько я недавно сталкивался как раз, да, с этим процессом. Дело в том, что… В наличном опыте. В наличном, да, именно. В наличном. В наличных. В наличных. Да. Именно буквально несколько месяцев назад в учебный центр национального холдинга «Финам», где я также по совместительству преподаю, пришло огромное количество… Огромное, подчеркну я, я думаю, это важно, да. Огромное количество слушателей, да, которые радостно размахивали в руках какими-то яркими бумажками. Я сначала подумал, что это купюры какого-то неизвестного мне государства, Зимбабве. Ну, я их не видел, по крайней мере. Оказалось, нет. Это вот то, о чем вы сегодня рассказываете целый час. Вот. И посетить мой, в частности, семинар или семинар моих коллег, которые все-таки стоят денег, там, может быть, не таких больших, но тем не менее, можно было достаточно, достаточно демократично, практически… Акции «Газпрома», опять же, вот, мы с финалом делаем. Совершенно верно, вот. Это следующая, это следующая акция совместная, да, с «Беглеоном». Я, собственно, как раз презентовал, когда пришло практически там сотни-две, по-моему, что ли, в моменте пришло сотни-две слушателей, но это только вот московская, да, естественно, часть, которую, ты не представляешь… То есть, пришло очень много народа. Очень много, да. Ну, то есть, это я к тому, что это работает. Это сильная рекламная вот такая вот площадка. Да, да, да. Иная модель рекламы. Совершенно верно. С эффектом прихода физического человека в физическое место. Конечно, конечно. Ну, и потом, именно вот, речь идет о том, да, что я, ну, вкладывая достаточно небольшой, да, капитал, получаю гораздо больше. И, более того, еще и перспектива, потому что мы говорили о том, что профессия овладевать трейдерской и так далее. Олег, а вот скажите, мне вот интересно, персонально вы пользуетесь какими-то предложениями по тем, как бы, от тех партнеров, которые у вас в компании, с которыми вы работаете? Персонально я пользуюсь сейчас товарами. Вот, недавно покупал ножи Самура. О, кстати, хорошие очень ножи, да. Да, японские ножи с керамическим покрытием. Просто удобно. Увидел акцию случайно, нужны были ножи, просто купил. А вообще, как вы относитесь к, вот, именно к, насколько вы, ну, скажем так, вот, есть богатые люди, которые очень скромно себя ведут? Ну, то есть, ну, Уоррен Баффет, например, который ездит там на обычной какой-то машине и живет в каком-то совершенно обычном доме. Либо люди, которые стараются показать вот как-то свое, свое, как бы, ну, сказать... Статус, статус, да. Вы к какому типу людей относитесь? Смотрите, я на самом деле не богатый человек, я, как говорится, богатый человек душой. Вот, да, с этой точки зрения, да. Это главное, Олег, это главное. Да, это первое, а второе, нужно жить по средствам, да, если тебе средства позволяют, не нужно, там... Это точно. А будет ли развиваться бизнес купонных сервисов дальше и в каком направлении, вот, насколько быстрыми темпами, если... Ну, смотрите, какую картинку мы сейчас видим, там мы и группон, мы максимально отбираем рыночную долю, то есть, мы набираем рыночную долю, да, остальные игроки теряют. Ну, то есть, происходит такая большая фрагментация рынка, вот, и такой процесс уже необратимый, причем процесс идет и в Америке, и там, и в Латинске, и в Северной, и там, в Китае. То есть, в целом, все-таки, это будет развиваться, наверное, тем более... Да, но если мы смотрим, да, нужно думать всегда о потолке, где будет потолок, да, потому что, например, как в случае, например, с Амазоном, потолка нет, потому что это бесконечная полка, и рост идет за счет, естественно, прироста аудитории, да, то в нашем случае потолок будет, потому что это определенная, как бы, доля от оффлайновых рынков услуг. Ну что ж, оптимистичный взгляд, спасибо, Олег, с нами был Олег Савцов, директор по развитию компании Беглеон, и это была программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Всем всего хорошего, до свидания, Олег. До свидания.